Студия Куба продолжает свою работу на 9-м международном форуме информационных технологий и у нас в гостях очередной интересный собеседник, заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Денис Замотин. Доброе утро, Денис Сергеевич. Доброе утро, Денис. Доброе утро, Денис Сергеевич. Если это какой-то простой продукт, действительно IT-продукт, приложение, мобильное приложение, то возможно у молодежи здесь есть все шансы, потому что глаз не замылен, они смотрят по-другому, по-новому на многие вещи и у них эти многие вещи получаются гораздо лучше и быстрее. Это как в одной старой IT-шной байке, что во всем мире выживут IT-специалисты, если при них будет грамотный менеджер. Каждый год IT-форум удивляется своими практическими новинками. Ожидаете ли вы таких полезных сюрпризов и в этот раз? Конечно же, это основа любого такого мероприятия, любой форум, любая выставка. Основная задача – это одной стороне показать что-то интересное, другим что-то увидеть для себя новое интересное посетителям. Поэтому обязательно что-то новое интересное будет. Но для нас также это является очень важной коммуникационной площадкой для общения специалистов между собой. И опять же, основная цель – это поделиться опытом и обсудить какие-то общие проблемы. Подмечено, что чаще всего IT-разработка пользуется крупный бизнес. А как обстоит с внедрением технологий у среднего и малого предпринимательства? И насколько им интересно и нужно с практической точки зрения? Я думаю, что вы сказали фразу «подмечено». Опять же, подмечено это при помощи наверняка каких-нибудь IT-технологий посчитанных, IT-сервисов. Внедрение зависит не от масштаба бизнеса – малый, средний или крупный. Это зависит от формата мышления руководства и сотрудников компании. Поэтому, ну, посмотрите, малый бизнес. Сейчас интернет-банк есть, 1С-бухгалтерия есть. То есть, по идее, это все IT-технологии. Они одинаково входят и на крупное предприятие, и на малые формы. Все зависит от людей. Кому какой инструмент нужен? Понятно. А вот какую роль сегодня играет IT-промышленность вообще в общей экономической ситуации Нижегородского региона? Вам вопрос, наверное, близок очень. Мы для себя расцениваем так, что внедрение IT-технологий в современное производство – это следующий этап нашего развития, который качественно поможет поменять ситуацию на предприятиях, повысить конкурентоспособность. Потому что, ну, как бы на технологическом уровне мы довольно-таки хорошо развиты. Осталось все это упорядочить, правильно посчитать, правильно отслеживать и задать такие IT-процессы на предприятиях, прозрачные, чтобы был виден полный жизненный цикл продукта. Начало от разработки и заканчивая даже его утилизацией или сервисным обслуживанием. То есть сервисным обслуживанием и утилизацией. То есть для промышленности важно видеть весь процесс изготовления продукта от и до. Для нас это очень важно, и это будет одним из таких мощных рычагов, а может быть даже единственных, который сможет нас поставить на ступеньку выше по отношению к сегодняшнему уровню. Кстати, вот такой подвопрос появился. Не так давно говорилось, что у нас в Нижегорском области создается программный продукт по обмену информации между промышленными предприятиями. То есть где кто что выпускает и кому где что нужно. Насколько полезная штука? Ну да, такой проект был. Вернее, он есть, он начат. Это действительно работа начата при поддержке правительства. Курирует ее заместитель губернатора Люлингин Борисович. Да, есть идея разработать некую информационную базу для предприятий и для бизнеса малого и среднего. То есть чтобы каждый желающий мог зайти, увидеть возможности своих партнеров, контрагентов, разместить свои предложения там. То есть это такая как бы должна быть всеобъемлющая база для промышленников, которая поможет им развиваться технологически и развивать кооперационные связи. Сейчас эта программа в стадии разработки. Я могу сказать, что такая программа есть на федеральном уровне. В той или иной степени она называется, по-моему, промышленности РФ, портал. То есть мы транслируем ее на себя. Но опять же я хочу подчеркнуть, что это очень важно, но это инструмент. То есть пока рынку, бизнесу не будет интересно или будет интересно этим заниматься, тогда этот инструмент заработает. То есть нужно чаще проводить мероприятия, похожие на IT-форум, может быть какие-то другие конференции, чтобы людей заинтересовать и людей сподвигнуть, что только так можно двигаться вперед. Денис, а могут ли местные IT-специалисты удивить мировое сообщество какой-нибудь новинкой, созданной, например, к предстоящему Чемпионату мира по футболу? Да я думаю, что наверняка могут, но если бы это можно было предсказать, тогда бы это и не было никакой новинкой, в общем-то. Наверняка у нас отличные специалисты, вузы, Нижегородский технический университет, классический университет имени Лобачевского, они готовят IT-шников очень высокого уровня. Кроме того, в Нижегородской области мы имеем уже несколько суперкомпьютеров. Это ядерный центр в Сарове, университет, предприятие «Буревестник». То есть у нас есть вся база, есть предпосылки, чтобы людям было интересно работать в этом направлении. Несколько личных вопросов. Насколько вы сами зависите от современных IT-разработок? Я думаю, что очень завишу. Ну, все в телефоне. Банк, контакты, соцсети, общение с семьей, с коллегами, электронная почта. Ну, насколько, ну, сами представляете сейчас, если у человека телефон или ноутбук забрать, то фактически рабочий день прекратился в этот же момент. Поэтому, конечно, завишу это так же, как от всего остального. И последний вопрос. Чего лично вы ожидаете от предстоящего, от нынешнего форума? Я ожидаю от него, ну, конечно же, интересного общения для людей. Потому что, чтобы кто пришли сюда, специалисты, они по достоинству оценили это мероприятие, пообщались между собой. И самое главное, вот как бы мне бы хотелось пожелать форуму и организаторам, чтобы он развивался. Развивался не только масштабно в плане посетителей, в плане выставляющихся компаний, но и в плане идей и того, как мы должны двигаться не только на благо нижегородской экономики, но и вообще, чтобы форум масштабировался в формате страны. Что ж, спасибо большое за столь содержательную беседу. А я напомню, что на вопрос ведущего в студии Купол отвечал заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Денис Замотин. Оставайтесь с нами, не пропустите следующие трансляции.